Здравствуйте! В эфире НТВ «Прямая линия» мой сегодняшний собеседник, заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский. Вечер. Добрый, Дмитрий Валяевич. Добрый вечер. Накануне Нижний Новгород впервые с так называемым операционным визитом посетила делегация представителей ФИФА, Международной футбольной федерации, ну и руководство Оркомитета России 2018. Понятно, по какому поводу. Так все-таки какие вопросы обсуждались и как визитеры оценили ход подготовки региона к проведению матчей 2018 года? Действительно, это был первый операционный визит, достаточно мощный, приехало больше 70 человек, в том числе представители федеральных структур, представители ФИФА во главе с Кулиным Смитом. Это директор по спортивным программам ФИФА, он работает сам ирландец, работает всего только один год. И я вам могу сказать, что действительно много обсуждалось, мы презентовали нашу подготовку, работу Оркомитета, какие объекты, в каких графиках они существуют. Вы знаете, мы получили по итогам посещение и стадиона, и будущие фан-зоны, которые, как вы знаете, планируются на площади Минина во время проведения чемпионата мира. И с транспортной инфраструктурой, я имею в виду строительство метро «Стрелка», спортивной инфраструктуры, это стадион «Локомотив», тренировочные площадки, которые рядом будут строиться с ФОКом на Мещере, получили достаточно высокую оценку. На наш взгляд, это прозвучало во всех интервью, и действительно, руководители ФИФА не ожидали, что Нижний Новгород так вообще очень глубоко, и в том числе первые лица правительства погружены в проблемы, которые и вопросы, которые они сами задавали. Действительно, мы в еженедельном режиме работаем достаточно мощной рабочей группой. Я вам могу сказать, практически нет вопросов, которые мы не охватываем в своей деятельности. И это чувствовалось, и вчера чувствовалось. И основная задача, чтобы постречались наши департаменты, постречались наши контактные лица, которые отвечают за различные направления в организации чемпионата мира, постречались с сотрудниками ФИФА, которым будут ближайшие два года работать. Могу сказать, что этот визит, это не последний визит, это начало большой, огромной работы, которая будет продолжаться. Следующий уже операционный визит будет уже в октябре месяце, а 27 апреля здесь состоится совет по подготовке чемпионата мира 2018 года в России. И с участием Виталия Леонидовича Мутко, и приедет минимум генеральный секретарь ФИФА. И мы ожидаем этого года, буквально через 20 дней уже здесь состоится совет. Приедут первые лица ФИФА уже, и здесь уже будет обсуждаться весь плановый аспект подготовки к чемпионату мира Российской Федерации. Наш субъект взят за основу, и, соответственно, у нас очень много объектов. Как вы знаете, 64 объекта мы должны ввести в эксплуатацию, подготовить. И особое внимание инспекции было в том числе гостиницам. К перечне услуг мы посетили вчера и гостиницу «Мариотт 5 звезд», которая на Театральной площади ведется в эксплуатацию в августе этого года. Мы посмотрели несколько гостиниц трехзвездочных, четырехзвездочных, которые тоже сейчас находятся в стройке. Темпы достаточно серьезные. Есть проблемы, есть вопросы, их было очень много. Они касались в большинстве своем двух аспектов – это безопасности и транспортной инфраструктуры, части управления транспортными потоками во время чемпионата мира, потому что многие будут пребывать через аэропорт, пользоваться общественным транспортом, в том числе метро. Многие будут пребывать на автомобильном транспорте, для этого предусмотрены перехватывающие парковки. Будет реконструкция автовокзалов, будет мощная реконструкция железнодорожного узла. И вот эти все планы мы вчера докладывали уже представителям ФИФА. Многое, может быть, сейчас еще наши граждане нижегородцы не видят. Например, так отчетливо, как стадион вырастает из земли. Но многие уже объекты, и в том числе проспект Молодежный, буквально, который объявлен конкурс, в мае будет подведен. Начало мая. Действительно будет начата работа. И, соответственно, это соединит наш аэропорт и даст возможность без светофорного практически движения до стадиона. Что сократит и в будущем расстояние между нашими транспортными узлами, которые существуют сегодня в городе. Считаем, что визит прошел достаточно плодотворно, очень интересно. Я вам могу сказать, мы сами подчеркнули многое интересное. Посмотрели, как работает ФИФА, какой стиль управления. Много для себя взяли на заметку интересных решений, которые использует ФИФА в своей работе при подготовке таких мощных мероприятий. Я вам могу сказать, что многие наши сотрудники говорят на многих языках, поэтому проблем с пониманием не было абсолютно. У нас есть люди, владеющие французским, английским, испанским языками. Поэтому здесь я считаю, что мы выглядели очень-очень мощно. Поэтому и подготовка сама, которая длилась последние две недели к этому визиту, тоже показывает, что больших замечаний не было. Мы получили высокую оценку Виталию Чемутко. Я с ним сегодня разговаривал. Он действительно очень следил, потому что переживает. Регионы не все однородные. И, соответственно, у каждого региона есть своя специфика. И, соответственно, он очень был рад и передал благодарность за тем, кто готовил этот визит сотрудникам. Хорошо. Вы про стадион, так сказать, через запятую. А ведь, по сути, это главный из 64 объектов. Что касается, собственно, стадиона на Стрелке, стадиона Нижний Новгород, там какие впечатления у гостей, какие впечатления он произвел? И как сейчас там обстоит? В впечатление первое было грандиозное. По месту выбора стадиона. Впервые многие приехали, руководители FIFA действительно своими ногами прошли вчера по стрелке. Понятно, что люди имеют достаточно большой опыт проведения чемпионатов мира. И они говорят, действительно, это лучшее решение для стадиона и для наследия в будущем. Массив, жилой в центре города, живописное место, историческое место. То есть они поняли, что стадион не будет где-то на отшибе, он будет действительно визитной карточкой. Интегрирован. И даже, можно сказать, визитной карточки Нижнего Новгорода в будущем для всего мира. Как, например, театр оперы в Сиднея в Австралии, который был построен на набережной, соответственно, является во всем мире, любая открытка показывает, когда смотришь, что это такое, все говорят, да, это театр оперы, это Сидней. Мы хотели бы, чтобы действительно наш стадион имел бы такой вид, чтобы по нему узнавали и идентифицировали Нижний Новгород во всем мире, не только в нашей стране, а вообще во всем мире. Потому что, конечно, шесть матчей, которые будут смотреть весь мир, а мы, как вы знаете, получили право проведения и одной восьмой, и одной четвертой. И чем выше ступень проведения различных квалификационных матчей, тем, соответственно, и интерес концентрируется. И, как правило, очень интересно смотрятся четвертьфиналы и полуфиналы. Финал даже, как мне сотрудники FIFA говорили, не такой имеет аудиторию. Ну, согласен, когда восьмерка разбирается, это очень сильно. Да, и одна четвертая, и одна вторая. Как сейчас в Лиге чемпионов сумасшедшие. Да, вчера были очень неожиданные результаты, и Вольфбург, и Реал, и интересная игра по СЖ с Манчестер-Сити. Я думаю, что ответные матчи будут, конечно, очень интересны. Ждем своих матчей здесь, в Нижнем Новгороде. Ну, давайте о других темах поговорим. В частности, на минувшей неделе в регионе открылся очередной, уже 23-й по счету, ресурсный центр. Это в Нижнем Новгороде, это на базе радиотехнического колледжа. Вот конкретно этот центр специалистов каких направлений, каких профессий будет готовить, ну и в целом, как проходит развитие сети ресурсных центров в регионе. И действительно, та политика, которая была выбрана Варьей Павловичем по созданию ресурсных центров, это наша тоже одна из визитных карточек Нижегородской области. Идет сегодня борьба за ресурсы, за человеческие ресурсы, за кадры. И, конечно, конкурентоспособность именно определяется регионом сегодня, не по объему инвестиций, как это было раньше, или способность решать бюрократическим способом. Сегодня любой инвестор или любая компания, которая приходит в Нижегородскую область, задает вопрос, кто у нас будет работать. И, конечно, ресурсные центры, это для нас мощно. Я вам расскажу историю. Буквально несколько дней назад приезжал президент, открывал машиностроительный завод, новые корпуса по определенным объектам и продукции, которые будут выпускаться, оборонного значения. И я вам могу сказать, когда обсуждалось решение, то одним из ключевым аргументов, это было наличие человеческого потенциала здесь и квалифицированной компетентности рабочей силы непосредственно в Нижнем Новгороде. Обсуждались другие регионы. И этим аргументом, что здесь будут подготовлены, а мы должны подготовить только для одного машинзавода 3,5 тысячи человек, мы поставили, скажем так, это был самый весомый аргумент в решении правительства Российской Федерации президента о строительстве здесь нового завода. И, конечно, для нас ресурсные центры сейчас – это очень большое подспорье именно тогда, когда проявляются некие кризисные явления в экономике. Это не только подготовка молодых кадров, это также переобучение, это углубление компетенции, это способность сегодня получать многим предприятиям серьезные заказы для того, чтобы показать, какие люди будут ее исполнять. Вот хороший пример, конечно, вот этот 23-й ресурсный центр, который мы открыли вместе с НИИРТ. Я очень благодарен руководству НИИРТ, которое откликнулось и в кратчайшие сроки приняли решение по обеспечению оборудованием, тем, на котором будут работать непосредственно выходцы с этого техникума, наши ребята молодые. Я посмотрел, пообщался во время открытия, и мы приезжали ранее, смотрели, как идет подготовка этого техникума, потому что там не только подготовка кадров, там еще и молодежный IT-парк, где формируются уже частные такие инвестиционные предприятия среди молодых ребят. И даже преподаватели говорили, что 20-30% все-таки уходят в бизнес и создают компании для того, чтобы уже начать свое собственное дело. Потому что сегодня очень популярно программное обеспечение, обновление, IT-сопровождение любой компании. Согласен. И популярно, и перспективно. Абсолютно. И по затратам не так много. Все находится, как говорится, в голове и в сервере своего компьютера. А дальше уже все зависит от той задачи, которую перед тобой ставят, и возможности тем, чем ты обладаешь. И поэтому, естественно, мы считаем, что как раз вот такие ресурсные центры, а мы еще планируем их открыть непосредственно в этом году еще три, в Зержинске, в Розамасе, в Кстово, даст возможность молодым ребятам, да и тем, кто компетентны, переходить обучение и углубляться, и делать более интересное. В чем это отражается? В повышении заработной платы. Чем ты компетентен, чем ты глубок в своих познаниях. Тем более востребован. Тем больше ты получаешь и способен претендовать на лучшие условия, в том числе и социального пакета, который сегодня работодатель обеспечивает. Я могу сказать, что это сегодня достаточно серьезно. Все хэдхантеры, как говорится, охотники за головами, они очень сегодня активно действуют на рынке рабочей силы. Поверьте мне, я со многими разговаривал, даже на премии «Работодатель года». Да, где мы вместе с вами были. Да, я могу сказать, со многими работодатели пришли посмотреть, какие новинки, пообщаться, посмотреть, какие менеджеры сегодня в доступе, для того, чтобы определяться, куда сегодня стратегически направляться. Поэтому это очень серьезная работа. Она такая невидимая для всех, но она очень конкурентная и очень-очень требовательная. И востребована даже в это непростое время. Хорошо. Вот такая достаточно неожиданная для меня самого тема. В регионе, оказывается, обсуждается вопрос о запуске некого пилотного проекта выдачи сертификатов наркозависимым. Наличие этого сертификата, насколько я понимаю, позволяет получить услуги социальной реабилитации вне государственных центров. У меня сразу возникает вопрос, а что, собственно, с государственными центрами? Они что, не справляются с количеством, не справляются? Их услуги недостаточно качественные? В чем здесь вопрос? Тема понятна. Она заслушалась на антинаркотической комиссии по итогам первого квартала 2016 года. Действительно, мы отмечаем то, что у нас наркозависимых людей, которые находятся у нас на контроле, число их понижается. Это действительно говорит о том, что сегодня общество переживает и государство вкладывает деньги в реабилитацию этих людей. Но ознакомившись с более глубоким и качественным составом, мы поняли, что дать возможность людям, которые попали в эту тяжелую ситуацию, и дать возможность выбрать то или иное лечение, потому что сегодня мы должны четко говорить, разные люди, мы их называем так наркозависимы, на самом деле они в разной степени требующиеся лечения. И кто-то в глубокой ситуации находится, кто-то в более средней. И сегодня большой спектр, в том числе и малых предприятий, очень много сегодня врачей, которые выходцы и создали свои реабилитационные центры, и тем более много технологий, методик, достаточно успешных. И, конечно, любой семье, если это ребенок, который попал в компанию и, к сожалению, приобщился к наркотикам, мы должны об этом четко говорить и понимать. Даем возможность этим ваучерам на определенную сумму именно выбрать то направление, где он может качественно, быстро и выбрать лучшую методику. Мы считаем, что это прогрессивно, это пилотный проект у нас, мы его запустили сейчас, пообщались со многими общественными фондами, они поддержали нашу эту идею. Мы считаем, что эффект должен быть, мы его увидим в ближайшие полгода. И как раз договорились, что в четвертом квартале этого года посмотрим, как этот пилотный проект развивается. Большая надежда, хотя я могу сказать, и губернатор Валерий Павлович говорит, не останавливайтесь на достигнутом, да, там есть снижение, но, ребят, беда идет впереди. Если у нас есть кризисные явления в экономике, то понятно, что наркомания – это бич любого общества, в том числе, когда существуют в социуме проблемы, это в первую очередь уход от реалий именно в наркоманию. Поэтому здесь и прокуратура подсоединяется, мы очень много работаем, кстати, с родительским комитетом и вносим даже сейчас определенные законодательные инициативы, я знаю, депутаты вносят для того, чтобы действительно борьба была не на словах, не на бумаге, а конкретно. Я думаю, что решение как раз президента о присоединении Федеральной службы за контролем за наркотиками, потом ВД, для того, чтобы соединить оперативные разысленные мероприятия и базу данных, и дать возможность сегодня МВД за все отвечать как бы в купе, чтобы были и силы, возможности, и вся цепочка держалась в руке, как раз это и есть решение того, чтобы с этой бедой, конечно, надо нам разбираться, и общество от нас это требует, от государства, и мы понимаем, что это такая серьезная битва. Хорошо, у нас остается пара минут, начали с футболом, и закончим, наверное, футболом. Нижегородская «Волга» начала достаточно уверенно вот этот весенний отрезок первенства в Национальной футбольной лиге, да, пять матчей, десять очков, очень приличный такой результат. Я читал в вашем твиттере еще перед началом этого отрезка, ну, довольно-таки категоричные суждения, что те, кто списал «Волгу» со счетов, они сильно ошибаются, и все счетов нахлебаются. На чем ваша уверенность тогда была основана, и продолжает ли она иметь место быть? Да, сегодня буквально в эти минуты идет матч «Волга-Балтика». Основано наше суждение на следующем, мы провели очень мощный тренировочный процесс в подготовительный период, это декабрь, январь, февраль. Мы действительно вывели критерии оценки игры, которую хочет видеть зритель, в первую очередь, это атакующий футбол с четкой переходом от обороны быстрым пасом в нападение, и как можно больше ударов по воротам. Мы поставили критерий, что команда должна наносить 15-20 ударов по воротам и заканчивать ударом по воротам любую атаку, которая начинает. И я думаю, что сейчас, и очень многие голы, кстати, забиты с дальней дистанции, потому что ребята именно тренировали дальние удары, это говорит о том, что мы на правильном пути. Единственное, что, конечно, нам все не мешает, это тот шлейф проблем, который Волгу сопровождает с 2011 года, с предыдущего руководства, когда очень многие проблемы, которые в Волге имеются, и в том числе снятие шести очков, а это все уходит, к сожалению, в глубину 2011-2010 годов. Эти все юридические аспекты, которые дошли в свое время до Лозаны. Но мы эту ситуацию понимаем, у нас есть собственная позиция, мы с ней, вот с решением апелляционной жюри не согласны, будем подавать в Лозанну, потому что все договоренности, которые были сделаны, и мировые соглашения были заключены, почему не рассмотрели, до нас большая загадка. Я знаю, что нас поддерживает Российский футбольный союз в лице Виталия Леонича Мутко, мы ему очень благодарны за это. Он хочет сохранить клуб Волга, мы будем максимально стараться сохранить, а игрой своей доказывать, что те проблемы, которые существуют с некоторыми игроками в бытность 2011-го годов, будем разбираться уже в правовом поле, согласно регламентами Российского футбольного союза, УЕФА, ФИФА, но то, что большой футбол будет в Нижегородской области, это вопрос решенный, никто его под сомнение не ставит. Поэтому игра будет, ребята будут биться, мы с ними много разговариваем, работаем, они будут биться, потому что многие нижегородцы, мы этот вектор взяли два года назад на то, чтобы многие нижегородцы играли именно в Волге, пригласили из других команд, и у ребят нет сомнений, что они каждую игру будут выкладываться. Поэтому вот моя убежденность и уверенность в том, что мы будем в каждой игре, вне зависимости от ситуации, в какой турнирной таблице, какое место мы будем занимать, мы будем идти только на выигрыш. Это наша жесткая позиция руководства клуба. Ну что, ждем позитивных новостей из Калининграда, и, наверное, приглашаем на ближайшие домашние матчи Волги, тем более, что и погода уже становится по-настоящему футбольной. Спасибо за участие в программе. Спасибо. 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 Спасибо.